Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как навести в Самаре чистоту и как организуются экологические акции? Об этом говорим сегодня в нашей студии активисты движения «Чистый город» Дарья Поцелуева, Анастасия Нестерева. И сотрудник Самарского дома молодежи Ренат Исказиев. Здравствуйте! Анастасия, Ренат, Дарья! Здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, чем лично вас привлекла экологическая тема, почему вы стали этим заниматься? Потому что понятно, что есть учеба, есть отдых, развлечения, а тут вы бросаетесь с головой, можно сказать, в экологию. Даша, что у вас? 2017 год объявлен Годом экологии и хочется, чтобы наш город был чистым, красивым, потому что это всех волнует, это настроение, это наше место жительства. И поэтому соблюдать чистоту в своем городе и, соответственно, убирать, это тоже обязанность каждого человека. Вы как долго уже в этом движении? Я занимаюсь в этом движении только в этом году и участвовала в акции «Чистые берега». А какой-то эффект можно ощутить уже от вашей работы, деятельности и в чем он заключается? Как вам кажется? Что вы чувствуете? Или это вот такая вот иголка в стоге с сеной или вот такой мизер, что можно сделать? Или нет? Или все-таки есть эффект? В чем он этот эффект, Ренат? Ну, здесь, наверное, эффект в том, что, начиная с себя, ты приглашаешь жителей города, на тебя посмотрели со стороны, возможно, посмотрели бы телевизор, в интернете, и в следующий раз, это как такая сетевая сеть, очень много людей подключается, но они подключаются ради одного, ради чистоты, ради порядка и ради порядка именно в своем городе. Это очень здорово, и можно наблюдать по прошлым акциям нашим. Акция «Чистый город», допустим, в том году было меньшее количество, в этом году их было уже участников порядка четырех тысяч, и мы надеемся, что в следующем году будет еще больше, потому что у нас много неравнодушных жителей, и они смотрят со стороны и постоянно... Да, и если раньше, допустим, ну, пойду я и не хочу, и как-то стеснялись люди выходить, то сейчас смотрят, что много выходит, и тоже присоединяются. Настя, вы как попали в движение «Чистый город»? Ну, просто хотелось погулять по чистому городу, а не по руинам из мусора. То есть вас это волнует, да вам неприятно, вот есть ли мусор, грязь, и вы хотите исправить эту ситуацию. Много уже были участницы во многих акциях уже экологических или нет? Ну, я только вступила в это движение, была только на одной акции. На какой? На «Чистые берега». Вот, наверное, она совсем недавно проходила, эта акция. Да, это было в ближайшие... Волжские берега или другие убирали? Ну, вообще, мы начали с Волги, так как... Что логично, наверное, да. Что логично, да, мы все-таки и купаемся в ней, и загораем. И мы обратились в департамент городского хозяйства и экологии, и попросили у них поддержки, они нам ответили. Вместе с департаментом культуры и молодежной политики совместно определили территорию, это спуск лейтенанта Шмидта. И действительно, там было что убирать, несмотря на то, что это не очень популярный пляж. Но есть работа. И порядка 200 метров береговой линии мы вместе с волонтерами, с участниками «Чистого города» мы убрали. Ну, давайте посмотрим, как это было, узнаем этот сюжет, а потом продолжим разговор. Жара, берег Волги. Но эти молодые люди не купаться и загорать пришли. Волонтеры движения «Чистый город» взялись за генеральную уборку береговой линии. Для экологической акции выбрали спуск лейтенанта Шмидта. Отдыхать здесь самарцы любят, но об экологии, видимо, не задумываются. Горы пустых бутылок и другого мусора волонтеры собирают в пакеты. Один такой мешок наполняется за пять минут. Ботинки, вот сейчас тоже где-то здесь арбузы, сейчас сезон арбузов пошел, сейчас арбузов да и немного находишь. Молодые защитники экологии призывают всех бережно относиться к природе и к Великой реке. Попутно напоминают отдыхающим, что мусор легко донести до ближайшего контейнера. Радуются волонтеры, что ряды их продолжают расти. В этом году к движению «Чистый город» присоединились более 4 тысяч молодых людей. Наводить порядок в родном городе стало трендом. Вместе с молодыми людьми на уборку вышли и представители регионального отделения Русского географического общества. Весной общественные организации подписали с властями Самары соглашение о сотрудничестве. С огромной гордостью, наверное, с огромным желанием принимаем вместе с нашим молодым поколением участие в такой акции. И если, начиная с самого молодого возраста, мы не будем прививать любовь к нашему родному дому, к тому окружению, в котором мы живем, то, конечно, власть без общества сделать ничего не может. Самое главное – это общество. После уборки весь собранный мусор сразу же вывезут в городские службы благоустройства. Мы оказываем содействие в инвентаре, в перчатках, в мешках, в вывозе отходов, которые были собраны, централизованы на полигоны. Ну и участвуем сами. Меньше часа дружный волонтерский отряд потратил, чтобы привести в порядок более 200 метров береговой линии. В планах не только продолжение экологических акций, но и просветительская работа со школьниками. Ребята в белых манишках, в белых футболочках «Чистый город», они очень здорово себя зарекомендовали. Они показались такой дружелюбной, дружной компанией, которой хочется присоединиться. Они уже сформировали какой-то план для себя. Это в осенний период. Будем рассказывать школьникам о том, как себя нужно вести, чтобы оставить экологию в покое и в порядке. После продуктивной работы можно и отдохнуть. Сотрудники библиотеки уже на чистом пляже провели для молодежи викторину на экологическую тематику. Что мне показалось интересным, это то, что не только уборка, не только собрали мусор и уехали, тут у вас и просветительская деятельность, еще что-то, викторины какие-то. Почему вы решили расширить эту деятельность, разнообразить ее? И кто был, чьи это идеи вообще? Потому что раньше вышли, убрали, собрали бутылки в пакеты, сложили и ушли. Ну, здесь, опять же, задача не только делом помочь, то есть убрать, но и вырастить поколение. И прививать нужно с малых лет. И мы подготовили совместно с участниками «Чистого города» небольшую программу. То есть это цикл лекций и тренингов по экологии. То есть мы будем выходить в школы, в СУЗы. И сначала так словами привлекать, а потом, чтобы они к нам присоединились и тоже вместе с нами помогали. Это вы начнете с нового учебного года, да, этим заниматься? Скажите, какие выводы можно сделать после того, как вы убрались? Что произошло? Проезжая мимо, смотрите вы там, наполнилась ли эта же площадка мусором? Или там поддерживают вот на вашем примере чистоту? Смотрят люди, упрались и тоже за собой убирают или нет? Или еще мало все-таки вот этой деятельности просветительской, о которой вы говорите? И это нужно еще делать и делать. Ну, есть над чем работать. И приятно, что когда у нас проходила акция «Чистые берега», к нам подключались жители, отдыхающие, которые были на пляже. То есть они брали перчатки и пакеты вместе с нами убирали. То есть это радовало нас, что мы думали, что это будет через некоторое время, это было прям сразу. И, конечно же, печально, что не все это понимают и не все видят работу, которую мы сделали, и продолжают омусорить, продолжают оставлять мусор. Но мы не отчаиваемся, и впереди много времени, и осенью, и весной можно убирать не только Волгу, но и озера, и другие реки. Да. Вообще это сезонная такая работа, можно сказать, потому что зимой мы отдыхаем, копим мусор под снегом, а потом уже весной, осенью и летом все это убираем. Дарья, у вас какие идеи относительно экологического непорядка в нашем городе? На что вы бы в первую очередь обратили внимание? Вот что кричит о помощи, о том, что нужно убрать, на ваш взгляд? Что вы ощущаете? Именно по территории? Ну, как вам кажется, что бы вы лично убрали сейчас в первую очередь? Куда вы пошли? На какие участки? Что вас беспокоит? Сейчас скверы и парки уже содержатся в порядке, после наших акций ты начинаешь смотреть на это, отмечать, в каком состоянии находятся. И сейчас больше, наверное, требуют именно уборки улицы, то есть получается, ну, как бы это уже, это, конечно, тоже могут волонтеры заниматься уборкой, но это как бы уже городское подластное уборка, да. Но, тем не менее, скверы сейчас, если только, которые малоизвестны, вот у них стоит повысить чистоту, поддерживать ее там и навести. Есть еще мысль, что, ну, молодежь, допустим, моего возраста, ребятам, намного интереснее убираться, если действительно будет про это лекции, тренинги, про них это, про экологию расскажут, заинтересуют, и тогда человек сам захочет пойти и убираться. Это будет уже не просто механическая работа, а действительно интерес и включенность человека в это. Понятно. Настя, у вас какая мотивация? Почему вам интересно? И интересно ли, а может, неинтересно? Доставлять скажут, вот, Настя, пришла, иди убирайся. Ну, вообще интересно. А в чем интерес? Что интересного? Ну, хочется сделать город чище и прекраснее. А вот интерес в чем? Ну, уборка, это же не так, наверное, интересно, чисто механически, если мусор собирать. Ну, а главное, чтобы не сидеть дома. Да там и общение, да? Да, там общение, знакомство, вот, и делаешь полезное дело. Вот это вот мотивирует и доставляет удовольствие. Да. Понятно. Ринат, расскажите, а сложно организовать акцию экологическую? Что для этого нужно? Мне кажется, потому что это и, ну, там, вывезти мусор, и вот эти перчатки, мешки, всех собрать, время точно. Знаете, главное, чтобы было желание. Было желание, и была команда неравнодушных людей. Благо, у нас есть и желание, и мотивация, и большая команда волонтеров и участников. Дело осталось за малым. Попросить поддержки у властей, у департаментов. И, знаете, нам никогда не отказывают. Нам идут на помощь и оказывают всяческую поддержку, и даже выходят вместе с нами на уборку, что, ну, не может не радовать. Достаточно написать письмо, подтвердить, что действительно есть команда, есть что убрать, и все остальное, инвентарь, вывез мусора, все это будет обеспечено. Вы работаете с районными администрациями, да? Ну, мы работали... Кто конкретно вам поставляет? Вот в последней акции «Чистые берега» нам оказал поддержку департамент городского хозяйства и экологии. Мы созвонились, мы постоянно были на телефоне, выезжали заранее на место, посмотрели, сколько мы можем убрать, сколько мы осилим. И уже в день акции нам привезли и перчатки, и мешки, и даже воду привезли волонтерам, что, как бы, это не было в их компетенции, но они нам оказали всяческую поддержку. Да, это интересно. Вы даже встречались с главой города, Олегом Фурсом. Скажите, в чем эффективность этой встречи, и что вы друг от друга ждете? Вот вы какую поддержку, и от вас какую? Ну, на встрече с Олегом Борисовичем мы поняли одну единственную вещь, что экология не безразлична, и волонтеры, и, в принципе, проблема экологии очень важна для властей. И они готовы оказывать поддержку, готовы идти на контакт и помогать им, да. Содействие, да, соучаствовать даже в этом. И ребята, которые были на встрече, это самые-самые активные после субботников, у нас которых было 16 субботников, они замотивированы. Они при встрече с Олегом Борисовичем задали вопросы, получили интересующие ответы. И, конечно же, это не может не радовать, потому что, выйдя оттуда, у всех горели глаза, хотелось сделать еще больше. Мы продумали как раз и цикл лекций, и тренингов, и всяческие акции, где хочется поучаствовать. Ребята уже сами начали где-то искать, потому что им задали какой-то пыл, какую-то энергию вложили в них. Да, вот это очень важно. Для молодежи, тем более, мне кажется, так быстро молодежь подхватывает, поэтому вот эта аудитория, она самая... Главное не потерять эту энергию. То есть вот они зажглись, ребята, и нужно сразу это реализовывать, потому что если будет идти долгое время, ну, потеряется бы. Но мы не даем. Пока не потеряли и не даете это сделать. Даша, расскажите, пожалуйста, вот Ренат сказал, что лекции даже какие-то, исторические, там, справки. Вы что для себя открыли? Что-то интересное было? Вот подумали. Пришли в сквер убираться, никогда не думали, не знали, что там, а тут вам рассказали, что тут, кто тут, когда. Было такое или нет? На чистых берегах мы проводили небольшую викторину по теме экологии. На самом деле она была такая пробная и очень маленькая. Просто пробудить такое, ну, даже не пробудить, а оценить свои энциклопедические знания. Такие вот, да, для общего развития. Но, в принципе, меня больше, ну, пока что для себя вот так вот действительно зародился, пока только интерес. Больше для себя я хочу открыть осенью на лекциях и тренингах. А что интересно? Вот если с точки зрения истории, как вы думаете, Ренат, что интересует молодежь? Вот о чем важно рассказать? Что вы планируете на этих лекциях или каких-то исторических вот экскурсах? Понимаете, все мы знаем, что есть проблемы экологии, но мало кто интересуется откуда и где искать истоки этих проблем. Мы как раз вот в этих циклах хотим обратить внимание именно на причину и на последствия, что... То есть дойти до Максима Горького, который сказал, что Самара – это пыльный и грязный город, и оттуда начать разбираться в причинах. Почему? Да, почему он сказал. Это было сто лет назад, ну, условно, да? И уже тогда. Да, и что будет, если мы продолжим жить так, как мы живем? Бросать мусор, оставлять пакеты и увидеть эту вот, конечно, страшную картину в дальнейшем, но здесь есть с чем сравнить, откуда причины и что будет. И ребятам, наверное, будет показателем. А основная причина, на ваш взгляд, Ренат, какая все-таки? Что город не совсем чистый. Да, он становится там краше, чище и так далее, но как мы будем сработать, еще и работать, да? Основная проблема, наверное, в том, что мы не задумываемся о том, что мы сделали. Нам кажется, что ладно, я один выбросил бумажку, ладно, я один оставил пакет, но у нас 7 миллиардов в мире. Если каждый будет думать, что он оставил одну бумажку, это будет 7 миллиардов бумажек. Поэтому нужно доносить с малого поколения и до взрослого, что нет, начни с себя, и тогда мир станет чище. А что делать со дворами, Настя, вот как вы думаете? Вот лично теперь вот вы в доме, где живете, выходите, смотрите, чисто, не чисто, вот уже на экологическое направление перешли или нет? Оцениваете ситуацию или нет? Или так, ну, подумаешь, вышла, пошла на берег в Орске, там убралась. Не, ну, бывает, что во дворах очень грязно, и не очень хочется там гулять, и приходится уже самой все выкидывать в мусорки. Вот. Ну. А вы сможете сделать замечание, допустим, вот видите, идет мальчишка впереди, кинул, съел мороженое, кинул сразу обложку. Вы можете ему сказать об этом или нет? Или не стоит так делать все-таки? Ну, они всегда стоят, потому что могут еще и неправильно отреагировать на это. То есть нужно думать все-таки прежде, чем вот бросаться в этот экологический пыл, да, вот что-то там. Хотя вот ужасно хочется, вот когда из машины, вот видишь, сейчас реже, но когда выбрасывают бутылку или там опачку смятую от сигарет, хочется действительно догнать, открыть окно, постучать и сказать, вы что делаете, да? Потому что такие случаи, они выводят как-то дождь. Ну, неужели люди не понимают до сих пор, что загрязняют вот и дороги, там, где живут, да? Вопрос в воспитании людей. Зачем мусорить там, где ты живешь, где ты ежедневно ходишь и смотришь на то, что творится? Вот. Поэтому. Ну, в данном случае, если вот с мальчиком, который бросил фантик, можно... Ну, Ренок-то может себе позволить, ему мальчиком сделать замечание. Сделать замечание нет, но своим примером показать, что нужно делать с этим мусором, возможно, как-то сакцентировать внимание, что я взял и выкинул твой мусор, донес до мусорки, и, возможно, ему станет стыдно. Мы не можем угадать, но, возможно, где-то в глубине разума ему станет стыдно, и в следующий раз он этого не сделает. Только таким... Да, хороший, интересный такой вариант реакции на... Да. Возможно, он будет ждать, там будем его ругать, или будет ждать замечания, но... Здесь по-другому, да. Да, здесь... И более действенно, наверное, да? Момент психологии, да. А что сегодня представляет из себя организация «Чистый город»? Сколько вас? И кто туда входит? Это в основном молодежь или... Вот что это за организация? Опишите, охарактеризуйте ее. Сколько там вас? И можно ли к вам каким-то образом присоединиться? Как это сделать? Вот опубликовали анонс такой. Убираемся 20-го числа, там-то, там-то. Как... Вообще, все, кто участвовал в наших акциях, один раз или несколько раз, это уже участники молодежно-экологического движения «Чистый город». Есть ребята, которые систематически участвуют, и были на всех 16 субботниках, и к «Чистым берегам» присоединились, и продолжают какую-то вот работу с бумагами, с лекциями. Есть кто был один раз, но все это участники «Чистого города». А можно назвать приблизительное количество людей? Ну, как вот, там, тысячи, десять, тысячи, сотни, четыре? Ну, если говорить о том, что в «Чистом городе» в «Субботниках» приняло 4 тысячи, то есть это единоразово. Чтобы понимали масштаб. Да, а ребят, которые приняли систематически, их порядка, там, 50-60 человек, то есть которые были от двух до 16 субботников, и потом присоединились к «Чистым берегам». Но никого сегодня на субботнике не выгоняют? Нет такого, что вот приказ какой-то «все выходим»? Ну, по какой-то там разнарядке, я не знаю. Или это действительно добровольно? Это добровольно. И здесь я немножечко вернусь к прошлому вопросу. Почему наши субботники очень интересны? Потому что каждый субботник у нас, вот в этом году он был тематический. Если мы выезжали в парк «Дружбы», рассказывали об истории парка «Дружбы», рассказывали о многонациональной составляющей нашего города и области. Если выезжали в парк «Гагарина», он был приурочен от субботника к 12 апреля, к Дню космонавтики. И, естественно, это интереснее. Не только просто убраться, но какую-то получить информацию. Но и были приятные бонусы. У нас разыгрывались брендированные майки. Также у нас были горячие пирожки и чай после субботника. То есть для нас это было не только уборка, это было полноценное мероприятие с красивым финалом и очень яркими эмоциями. И это не может не привлекать. Настя, а как вы попали вообще в это движение и привели ли кого-нибудь с собой? Кто-то за вами туда пошел? Как вы об этом узнали вообще? Ну, я узнала из группы «Осмарского дома молодежи» о том, что будет акция. И решила тоже принять участие. И, естественно, друзья тоже решили присоединиться. Понятно. Да, вот потому что мне тоже кажется, если вот пришел один, понравилось, можно молодежь сказать там друзьям, соседям, да, и тоже есть такое тоже. Как вы представлены в социальных сетях? Как вас найти? Просто вот если... Ну, у нас пока своей личной группы или странички «Чистого города» нет, но мы действуем в рамках «Самарского дома молодежи», поэтому можно задать вопрос, либо написать комментарий к организаторам, либо напрямую мне, как куратору волонтеров. И мы, конечно же, каждому ответим, каждому предоставим информацию, потому что у нас индивидуальный подход, и с каждым человеком мы работаем от начала, от вопроса и до встречи на мероприятии. Скажите, пожалуйста, ближайшие мероприятия или проекты, которые вы... даже на гранты выставляются, да, что-то такое есть сегодня? Работаете над чем-то? Ну, мы сейчас работаем над вопросом официальной регистрации нашего движения, чтобы это было полноценное движение, чтобы можно было заявить о себе. Да, и потом уже участвовать в грантах и еще где-либо. Ну, и пока мы работаем над расширением нашей базы, потому что у нас есть отдельное волонтерское крыло, и хотелось бы развить экологическое волонтерство. Но, знаете, здесь момент, чтобы это была работа не только в год экологии в семнадцатом году, но и на протяжении, в дальнейшем, в дальнейшем. То есть мы работаем на опережение, чтобы в дальнейшем было чем заняться. Дарья, а вы только экологические волонтеры или чем-то еще занимаетесь? Нет, я еще... Медицинские? Занимаюсь социальным волонтерством, событийное и также помощь в каких-то мероприятиях, там, инклюзивных или еще что-то в этом роде, и медиа-волонтер, связанных со СМИ. Вот какой широкий у вас спектр, смотрите-ка. Да, у нас абсолютно... Удивительно. А вот это совмещать все это удается, потому что как-то учим? Да. Если есть желание, есть мероприятия, которые понравились, заинтересовали, то да, можно совмещать. Да, интересно. Интересно. Ринат, вот в вашей организационной работе что важно для вас, организатор, что вы, ваша работа представляет из себя? Что вы организуете? Кого и как? Я организую работу волонтеров. Так как волонтеры у нас могут быть каждый гражданин от 14-30 лет, и в некоторых случаях есть, конечно, исключения, если до 14 лет ребенок очень хочет быть волонтером. Предоставить ему всю информацию, исчерпывающую о волонтерстве, рассказать, заинтересовать и дать ему возможность быть услышанным и быть полезным в мероприятиях, либо событийных, либо каких-то социальных или экологических. И грамотно организовать работу. У нас недавно было мероприятие, где была команда волонтеров, порядка 150 человек. Это огромное количество, и их тоже нужно организовывать. Главное сделать это грамотно, никого не обидеть, чтобы в следующий раз пришло в два раза больше волонтеров. Здесь нужен очень качественный подход. Да. А откуда у вас такие организаторские способности? Что вы там видите? Как организовать? Чтобы в два раза в следующий раз увеличилось количество? Я сам был волонтером. Я начинал со школы, и мы в школе занимались также экологическим, собирали и макулатуру, и мусор, и все это с каждым годом росло, и за пределы школы это выросло в университетское волонтерство. А потом я понял, что это здорово быть волонтером, но так как огромное количество мероприятий за спиной и какие-то навыки и компетенции уже есть, их нужно, конечно, передавать другим. И сейчас, работая с волонтерами, многие интересуются. А я хочу быть как ты, а я хочу потом работать у вас. Что нужно для этого делать? И здесь нет никакого секрета. Здесь нужен опыт и желание. И, конечно же, я делюсь своим опытом, своими знаниями, чтобы в дальнейшем эти ребята через некоторое время заменили меня в этом направлении. Это очень здорово. Ну да. Настя, скажите, а вы только экологический волонтер или еще чем-то интересуетесь? Нет. Я также работаю по социальному волонтерству, спортивному, событийному и также как пресса школьная. Ага. Ну вот практически с Дарьей. Одни и те же направления. Ну где-то, да, пересекаетесь. Вот вы сказали, что спортивный. У нас такое мероприятие, про которое, конечно, уже очень много говорят, чемпионат мира по футболу. Но у вас есть какие-то определенные цели к этому моменту? С точки зрения волонтеров какие-то задачи перед вами ставят? И еще что-то? Или текущая работа у вас есть? Убрались? Ну вот так как мы не занимаемся непосредственно чемпионатом и не готовим городских волонтеров к мероприятию, но... Ну вот сделать город чище, вот к этому событию, допустим. И подготовить все-таки волонтеров, потому что мы им рассказываем о том, что вы начинаете с малого. Сегодня это районные мероприятия, завтра городское. Но в дальнейшем, если вы будете работать активнее, вы можете участвовать и на чемпионате, и на олимпиаде, и на универсиаде, и на других мероприятиях. Главное вкладывать в этих людей, и чтобы у них было желание расти. Потому что в волонтерстве огромная карьерная лестница. Ты начинаешь со школы и можешь заканчить, не знаю, выносить флаг на олимпиаде. Это тоже очень почетно. Главное донести до подростка, до молодого человека, что есть куда расти. Понятно. Вот какую эффективность вы хотите, какого эффекта добиться от деятельности вашей организации? В общем и целом, может быть, в каких-то мелочах. Даша, как вы думаете, вы в организации, что нужно, к какому результату прийти? В результате вашей деятельности? Да. У каждого дела должна быть какая-то цель, и нужно ее осознавать, понимать. Не просто выходить механически, собирать мусор, уходить, отдыхать. У всякой деятельности должен быть результат. Причем результат фиксированный, который можно будет потом использовать. И здесь самое главное, это не просто убрать, а привить людям какую-то дисциплинированность, чтобы действительно, повторю известную фразу, чисто не там, где мусорят, там, где убирают, а там, где не мусорят. Да. И самое важное, это действительно научиться содержать свой город, места постоянного посещения, чистотей, порядки. Вот. И именно это будет фиксированная цель, когда люди будут за собой убирать, не оставлять мусора в местах своего... Ну, пребывания. Пребывания, да. И чтобы там был порядок. Да. Особенно удручает, когда на природе, да, видишь, вот разбросанные после всяких там пикников, еще чего-то, мусор. Это действительно удручает. И с этим можно бороться только с вопросами воспитания, культуры, просветительской деятельности. И личным примером. Вот. Тоже очень важно. Да, ну что ж, тогда будем подводить итоги. Самое ближайшее мероприятие, в котором вы приняете участие, это какое будет? Пока не намечено конкретно. Но мы хотим акцию «Чистые берега» сделать серийной и провести также ее, конечно, осенью, потому что к осени тоже будет огромное количество мусора. Да, после того, как уже все... Не только хозяйственного, но и естественного, которое тоже нужно будет убрать. Поэтому мы договорились с департаментами, что мы в дальнейшем хотели бы продолжить эту работу. И на осень, конечно, будем планировать... Совместное сотрудничество. То есть эффект есть от такого сотрудничества, взаимодействия с властью. Потому что лучше действительно как-то пересекаться, помогать друг другу, чем идти параллельно. Да, и тут минус будет, и тут нет такого большого эффекта. Но благо мы этого всего избежали, у нас только поддержка и понимание в этом. Ну что ж, спасибо большое за участие в программе, за то, что вы делаете, успехов вам дальнейших. И продвижение по этой лестнице волонтеров. До свидания. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова